В этом видео речь пойдет о том, как перестать быть оленем, играя в World of Tanks. В интернете уже есть масса видео на эту тему, какие-то советы, какие-то рекомендации, какие-то рассказы, и все это порожняк и фуфло отнимает кучу времени и не приносит никакой пользы. Поэтому в этом видео не будет никаких видосов про танчики, я не буду рассказывать, куда вам поехать, как вам стрелять и что делать. Только сухие факты по поводу статистики. Итак, что такое оленизм? Оленизм это диагноз, который выдается игроку на основе его рейтинга эффективности, он же КПД, коэффициент полезных действий. Его видно в моде под названием оленемер, который устанавливается в клиент игры. То есть в бою посторонние люди видят, насколько хорошо вы играете в танки. Если вы играете херово, на помощь команды можете не рассчитывать, потому что ваша красная стата довольно красноречиво намекает на то, что вы рак с огромными ветвистыми оленями рогами. Поэтому на просьбы прикрыть вас, помочь вам или что-то еще, команда не отзовется. Вас бросят на произвол судьбы. Всем на вас плевать. Если вам все равно, продолжайте играть для удовольствия. Если же вы хотите, чтобы к вам начали относиться чуть более уважительно, чем сейчас, тогда это видео для вас. Начнем с того, что многие думают, что для того, чтобы поднять стату, достаточно просто начать играть лучше. Этот совет, наверное, исходит от тех же людей, которые считают, что для того, чтобы похудеть, достаточно перестать жрать после шести. А для того, чтобы накачать большие мышцы, достаточно прийти в тренажерный зал и начать поднимать первые попавшиеся под руку железки. На самом деле, худеть, качаться и поднимать стату таким способом, это все равно, что лечить трипер у деревенской знахарки. Доверили бы вы свою пипку шарлатанке или все-таки пошли бы к нормальному специалисту? Я думаю, что второе. Вот и здесь. Подход должен быть ровно точно таким же. Чтобы похудеть, нужно знать, что и когда есть. Чтобы накачаться, нужно знать, какие делать упражнения, поскольку подходов, сколько повторений и все такое прочее. Чтобы поднять стату, точно так же нужно знать, что делать. Допустим, вы среднестатистический олень. У вас одна уничтоженная техника забоя, примерно 50% побед, 1000 дамага. Одного врага вы умудряетесь каким-то чудом забой обнаружить перед тем, как слиться. У вас нет очков защиты базы и захвата базы, потому что вам на это вообще насрать. И примерно 7-й уровень танков. Ну, пара танков, которые вам понравились, плюс топ 10-го левела. Итак, стата, она же рейтинг эффективности, который показывается в Оленемере, это вот эта вот правая колонка на сайте whatnews.com. Вот эти параметры вин 6, вин 7, вин 8, это разновидности статы, на которые буду смотреть только тогда, когда вы захотите вступить в какой-нибудь клан, да и то не всякий раз. Вообще, конечно, судить о человеке по статистике это в корне неправильно, даже с позиции клана. Вот когда у нас был клан, мы брали человека во взвод, играли с ним и смотрели, что он может, что он не может. Наверное, поэтому наш клан всегда жестко отсасывал, так что не надо согласно кивать своими рожками. У хорошего игрока дерьмовой статы быть не может по определению. Итак, допустим, представьте, что вы внезапно стали набивать больше дамага на взобой. Допустим, не тысячу, а средний дамаг на взобой у вас вырос до 1200. Дописываем. Жмем рассчитать эффективность. Смотрим, что ваш КПД подрос. Полторы тысячи дамага, ваш КПД снова подрос, но очень ненамного. Однако, параметр средних повреждений за бой это самая легкая вещь из этого списка, которую можно апнуть. Достаточно просто выбирать грамотную технику и начать целенаправленно набивать дамаг. Это может быть какое-то ПТ, которое в кустах не обнаруживается и шкеляет оттуда, типа немецкого Боршига. Это может быть какой-нибудь барабанщик. В идеале, если в его названии есть цифры 57 и слово Хэви. Чтобы, вываливаясь лицом к лицу с противником, получать одну плюху и взамен давать 4. Тогда ваш дамаг начнет расти очень быстро вверх. Нужно просто целенаправленно его наносить. Лучше всего ориентироваться на нанесение дамага относительно уровней жизни вашего танка. Если вы набили дамага столько же, сколько жизни у вашей машины, значит вы уже не пустое место для своей команды. Если набили больше, значит вы уже приносите пользу. Нужно стремиться набивать как можно больше дамага до того, как сдохнуть. Допустим, вы стали обнаруживать не одного человека за бой, а троих. Жмем 3. Рассчитываем эффективность, ваша стата выросла сразу на 300. Но нужно помнить, что за бой вы можете обнаружить максимум 15 человек. И этот параметр пытаться прокачивать довольно опасно. Скорее всего, после того, как вы увлечетесь обнаруживанием врагов, вы сдохнете, когда он собьет гуслю и напихает снарядов в задницу. Поэтому параметр обнаружения за бой это не то, на что нужно ориентироваться. Допустим, вы стали набивать по 2 очка защиты базы за бой. Вводим, жмем рассчитать. Стата увеличилась, им причем намного. За бой вы можете вывести максимум 100 единиц очков защиты базы. Причем не важно, сколько раз вы ее сбивали. Теоретически вы можете насбивать 1000, но больше 100 вам все равно не дадут. Но учитывая, как сильно влияет на рейтинг эффективности параметр защиты базы, способ поднять стату довольно неплохой. Защищайте базу. Захват базы за бой. Допустим, вы стали добывать по 2 очка захвата базы за бой. Жмем, добавляем, рассчитаем рейтинг эффективности. Ваша стата выросла еще невероятно. И хоть захват базы дает меньше рейтинга эффективности, чем защита базы, все равно параметр довольно неплохой. То есть, если вам в бою повезло доехать до базы врага, вставайте на захват смело и никуда с него не рыпайтесь. Максимум, что вы можете вывести, это 100 очков захвата базы за бой, если вы от и до будете захватывать ее один, в одно лицо. Поэтому не важно, успевает ли там ваш какой-нибудь сокомадник взять воина или нет, просит ли вас съехать с захвата базы или нет. Вы стоите и захватываете базу. Это все, что вас должно волновать. Уничтожение танков за бой. Допустим, вы стали уничтожать не один танк за бой, а два танка за бой. Жмем, рассчитываем эффективность, ваша стата возрастает еще на 150. Что нужно делать? Для этого нужно крысить фраги у своей команды, у своих друзей, у всех, у кого угодно. Крысить фраги задача не такая сложная. Если, допустим, вы видите, что у противника на глаз здоровье ровно на два выстрела, пусть первый из этих двух выстрелов сделает кто-то другой, а вы его просто добьете. Не важно, что из-за этого пострадает ваш параметр нанесенного дамага, потому что, скорее всего, вам останется там 40, 50, сотни здоровья, при том, что у вас дамаг там, допустим, 400. Не важно. Крысить фраги верный способ поднять стату. Крысятничайте. Запомните, очень трудно поднять стату, играя на арте. Играя на арте, это верный способ оставаться днищем, потому что арта не накидывает дамага, не захватывает базы, не обнаруживает врагов, не защищает базу. Арта может набить дэшку урона, и то, если она не попала в город, и вы не косоруки. Забудьте нахер про игру на арте, если вы хотите поднять свой рейтинг эффективности. Дальше. Средний уровень танков. Этот параметр теоретически можно понизить, если начать играть на танках низкого уровня, потому что этот параметр высчитывается из всех ваших боев. Однако при этом вы будете нанесить меньше дамага и губить параметр повреждений, потому что никогда МС-1 не надамажит столько, сколько ИС-7. Поэтому пытаться сыграть на понижении параметра среднего уровня танков занятие практически бесполезное. Процент побед. Как поднять процент побед? Самое важное. То, что интересует всех в основном больше всего. Отвечаю. Никак. Дело в том, что играя в рандоме World of Tanks, ваш процент побед по умолчанию будет варьироваться между 53% и 47%. Редкий случай, когда меньше. Это если вы попадаете в топ на ИС-7 и первым сливаетесь. Ну и редчайший случай, если больше. Значит вам тупо везет. И это великая наебка игры World of Tanks. Даже если в отдельно взятом бою у вас шанс на победу показывать 70%, все равно при этом шанс выиграть у вас 50 на 50. И это нужно понимать и учитывать. При этом еще есть небольшая, но все-таки вероятность ничейного исхода боя, который тоже не пойдет в зачет побед. Если вы хотите прокачивать процент побед, вы должны играть только в роте. Только в клановой роте. В сыгранном клане нагибаторов. И здесь величайшая наебалова. Вас не возьмут в этот клан без высокого процента побед. То есть это как при приеме на работу, где с вас спрашивают опыт работы. А где взять опыт работы, если на работу не берут без опыта работы? Выкручивайтесь-ка вы здесь как хотите. Но вы можете хоть надорвать задницу, но процент побед вы не поднимете в рандоме никогда. Ни во взводе, ни без взвода, никак. Забудьте про процент побед. Хотя бы накачайте себе КПД. С процентом побед при вступлении клан средней руки всегда можно отпиздеться. Сказать, что вы давали аккаунт брату, поиграть младшему, когда в армию уходили там. Или еще что-то. В общем, благодатная почва для эфиристов. Многие так и делают, когда в роту просятся. На этом, думаю, можно закончить. Итак, подводя итог, что нужно делать в бою? Нужно первым делом перестать сливаться, как последняя сволочь. Нужно стараться набивать побольше дамага перед тем, как сдохнуть. Крысить по возможности фраги. Доехали до вражеской базы, захватывайте ее. Стоите на защите своей базы, сбивайте захват. При игре на быстром среднем танке можно поехать в разведку и аккуратно обнаружить несколько противников. Напоследок хочу сказать следующее. Возможно, у вас плохая статания, потому что вы херово играете, а потому что вы не хотите стоять в кустах, не хотите по два часа стоять за камнями, за сараями и прочее. Если в трех случаях из трех, выбирая между подождать или ехать вперед, вы выбираете ехать вперед, возможно, вам эта игра в глубине души уже просто надоела, и вы не хотите в нее играть, но играете чисто по привычке. Завязывайте заниматься самообманом и сливать бои. Пойдите, поиграйте во что-нибудь другое. Ведьма, Counter-Strike, Дота, вариантов масса. На этом все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Успехов вам!